Святаго Иоанна Златоустого на книгу Деяния апостольских. Если с корабля бывшего в опасности, потерпевшего крушение, узники спаслись через Павла, то представь, что значит иметь святаго мужа в своем доме. Много боль постигает и нас, и при том гораздо более жестоких, нежели те на море. Но и нас Бог может спасти, если только мы будем слушаться святых, как те спутники Павла, если будем делать то, что они повелевают. И те спаслись непросто, но когда привнесли свою веру. Святой хотя бы был узником, совершает более чем не узники. И смотри, что здесь случилось. Несвязанный сотник имеет нужду в связанном Павле. Искусный кормчий получил помощь от некормчего или лучший от истинного кормчего. Ведь и Павел управлял не такой владею, но церковью вселенной, будучи научен от самого ладыки моря, не искусству человеческому, но мудрости духовной. С этим кораблем случается так же много крушений, много треволнений, духов лукавства, от вне нападения, внутри страхи. Второе послание Коринфянам 7.5. Потому он поистине был кормчий. Посмотри на всю нашу жизнь, не такова ли она? То мы пользуемся милостью Божией, то испытываем бурю, то по собственному неразумию, то по нерадению подвергаемся бесчисленным бедствиям. Особенно же потому, что не слушаем Павла. Спешим идти туда, куда он не повелевает. Так он и теперь плывет вместе с нами, только не в вузах, как тогда. И теперь внушает и говорит плывущим по этому морю. Итак, внимайте себе и всему стаду, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Деяния 20.28.29. И еще. Последние дни наступят, времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды. 2 Тимофею 3.1.2. Это опаснее всех бур. Будем же пребывать там, где он повелевает, в вере, этой безопасной пристани. Будем слушать более его, нежели нашего кормчего, то есть разума. Будем делать не то, что внушает этот кормчий, но что предлагает Павел, прошедший тысячи бурь. Не будем ожидать назидания от опыта, но раньше опыта избегать и огорчений вреда. Послушай, что говорит он. Желающие обогащаться впадают в искушение. 1 Тимофею 6.9. Будем верить ему, ведь видите, что потерпели неверившие ему. Еще в другом месте он внушает, какие бывают кораблекрушения. Ницо и говорит, веру отвергли. 1 Тимофея 1.19. Ты же пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено. 2 Тимофея 3.14. Будем слушаться Павла. Слушая сего, мы хотя бы подвергались буре, непременно избавимся от опасности. Хотя бы 14 дней оставались без пищи. Хотя бы потеряли надежду спасения. Хотя бы окружены были совершенным мраком, избавимся от опасностей. Представим, что вся вселенная – это корабль. В нем есть преступники, сделавшие много зол. Есть и начальники, и стражи. Есть праведники, как Павел. И узники, связанные грехами. Если будем слушаться Павла, то и в узах не погибнем, мы избавимся от них. Бог верит ему и нас. Разве ты думаешь, не тяжкие узы, грехи и страсти? Им не связываются не только руки, но и весь человек. Скажи мне в самом деле, когда кто-нибудь, собравши множество имущества, не издерживает и не употребляет его на дело, но хранит у себя, не связан ли он хуже всякого узника нерасторжимыми узами коростолюбия? Так же, кто предает себя судьбе, не связан ли он узами другого рода? Так же, когда верят приметы или волшебные значки, когда предаются неразумные похоти и сладострасти, разве это не хуже всяких уз? Кто не расторгнет эти наши узы? Необходима помощь Божия, чтобы расторгнуть их. И одно что-нибудь из этого может подвергнуть нас опасности. А когда и узы, и буря вместе, то представь, сколько здесь опасностей. Подлинно, что не может погубить нас. Голод, буря, злоба спутников, неблагоприятность времен. Но против всего этого устоял славный Павел. Так и мы будем иметь общение со святыми и не потерпим буря. Или лучше, когда и случится буря, у нас будет ведра, тишина и безопасность. Та вдова была в дружбе со святым, и сын ее разрешен от смерти. И она опять получила сына своего живым. 4 царство, 4 глава. Где ступают ноги святых, там не будет ничего прискорбного. А если это излучится, то для испытаний больше слави Божией. Пусть учащают, попирают по нос, да матывая его ноги их, и дьявол не войдет в него. Это верно. Как там, где благовоние, зловоние не имеет места, так и там, где мира святости, демон существовать не может. Там веселье присутствующих, удовольствие и наслаждение душевное. Где терния, там дикие звери, а где странно приимство, там нет терний. Оказанное милосердие острее всякого серпа, сильнее всякого огня, уничтожает терния. Не бойся. Дьявол страшится следов святых, как лисицы львов. Праведный, говорит, премудрый, смел, как лев. Притча 28.1 Ведем этих львов в дом свой, и все звери обратятся в бегство. Хотя они не будут звать громко, но говорить просто. Не та кричанная льва обращает бегство диких зверей, как молитва праведника прогоняет демонов. Лишь только произнес он слово, как они исчезли. Где же скажешь эти мужи? Вести, если будем верить, если будем искать, если будем домогаться. Где ты искал, скажи. Когда ты занимался этим делом? Когда заботился об этом? Если же не ищешь, то не удивляйся, что и не находишь. Потому что ищущий находит. Матфея 7.8 А не тот, кто не ищет. Послушай о живущих пустынях. Снеси туда золото и серебра, а не по всей вселенной. Если ты не принимаешь святого в своем доме, поди сам к нему. Побудь вместе с ним, посети его жилища, чтобы найти его, получить от него благословение. Великое дело благословения святых. Постараемся же получить его, чтобы при помощи молитвы к нам сподобиться милости от укрепляющих Бога. Благодатью и человеколюбиям, единородного Сына Его, с которым Отцу со Святым Духом. Слава, держава, честь ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.